друзья всем привет это проект music maker days меня зовут рубен мы продолжаем разбирать амнисферу сегодня мы разберем с вами вот эту вкладку orb и все видео будет посвящено только ей потому что здесь достаточно много всего поэтому я решил сделать такое полноценное видео чисто по этой теме разработчики планировали и создавали ее как некую систему для управления звуком в реальном времени где разные параметры звука будут изменяться и между этими параметрами можно перемещаться при помощи вот этой окружности давайте сразу посмотрим как это работает на практике я заготовил такие минималистичные аккорды давайте послушаем так это звучит с этой функции давайте теперь я ее отключу и послушаем без нее то есть звучит это гораздо более статично и уже не так интересно каким же образом это работает вот вдоль это окружности у нас меняются разные параметры звука а вот длина этого радиуса это глубина изменения включим эту функцию и найдем какой-нибудь эффект например вот в этой точке звук становится более металлическим да скорее всего там либо фильтр либо wave shaper потому что изменения могут быть любые теперь если мы сократим длину радиуса эффект будет уже не таким сильным и в центре окружности будет равносильно тому что мы эту функцию отключим то есть вот здесь вдоль окружности у нас идут разные эффекты давайте попробуем еще что-нибудь а сокращая длину радиуса мы влияем на глубину эффекта эффекты могут быть совершенно любая амнисфера каждый раз генерируют их случайным образом это может быть и реверберация и эффекты типа дилея хоруса добавление wave shaper дополнительных голосов фильтров и многого другого вот эта функция dice она сбрасывает эффекты и заменяет их другими то есть сейчас здесь у нас вот такой эффект воспользуемся dice случайным образом мы получили другой эффект то есть это что-то типа рандома можно получить интересный результат этот ползунок depth это глубина эффекта вот таком положении эффекта нет и в крайнем положении мы получаем максимальный эффект настраивайте по вкусу и смотрите что получается за глубину эффекта у нас отвечают два параметра это длина радиуса и вот этот ползунок depth то есть комбинируя эти параметры можно очень тонко и очень интересным образом настроить глубину эффекта можно добиться интересных результатов окей идем дальше здесь есть такая функция inertia она позволяет добавить некий импульс вот этому шарику и задать некое перемещение между этими эффектами давайте запустим его в свободное плавание можно запустить его вот так вдоль окружности либо можно запустить его как-то через центр но он тогда будет двигаться немножко хаотично отражаясь от края окружности то есть смотрите можно какую-то вот такую амплитуду ему придать либо можно запустить его вот таким образом ну если постараться можно задать какую-то интересную траекторию этот ползунок отвечает за скорость движения и за то сколько она будет длиться по времени при маленьких значениях скорость будет маленькая и движение остановится достаточно быстро вот как сейчас при максимальных параметрах движение будет более быстро и будет длиться долго то есть у вас есть разные способы вы можете сделать звук интересным просто найдя какой-то один эффект и настроив его например вот так настроить глубину здесь и здесь и и добиться какого-то интересного результата либо воспользоваться функцией инерция придать некое движение и уже таким образом сделать звук разнообразней а что если вы хотите например записать некое движение по этой окружности разработчики тоже подумали об этом и добавили такую функцию record это запись если вы хотите записать некое движение то вот эту инерцию лучше отключить нажать на кнопочку record и можно записывать здесь есть разные режимы записи и вот эту штуку song position это означает привязка к темпу хоста то есть изменение эффекты будут скорость привязаны к темпу хоста что может быть очень удобно можно создать интересный грув вот здесь есть еще вариант legato мы его разберем чуть позже чтобы сбросить надо нажать clear я сейчас не хотел ничего записывать вот здесь есть разные варианты записи начнем с первым motion motion означает что вы сделаете какое-то движение корот в течение нескольких секунд и амнисфера просто размножит это движение по окружности давайте так и сделаем активируем запись теперь когда я зажму мышкой вот этот кружочек он станет красным потом просто надо будет сделать некое движение вот так когда амнисфера уводит кружок в сторону это значит что запись закончена давайте посмотрим что получилось просто нажму play вот он берет это движение и по идее он должен размножить его по окружности но это срабатывает не всегда то есть иногда остается потом в одной точке такое тоже бывает зависит от движения и от вашей партии давайте сбросим попробуем записать какое-то хаотичное движение такое вот вот сейчас это сработало да и амнисфера размножает его по всей окружности то есть вот этот вариант он работает немного хаотично и он не синхронизирован с темпом motion даже если у нас здесь стоит song position синхронизации не будет поэтому такая штука будет работать не всегда есть еще другие варианты бар а вот бар это значит запись длиной в один такт и эта запись уже будет синхронизирована с темпом хаста все варианты бар они синхронизируются с вашей скоростью давайте сбросим нажмем на clear и сейчас запишем некое простое движение вот давайте послушаем как получилось вы можете заметить все изменения все эффекты у нас совпадают скоростью нашего бита и мы получаем в результате достаточно интересный игров давайте выберем здесь два такта и запишем какое-то тоже интересное движение например это может быть движение по окружности по самой вдоль окружности так активирую запись поехали смотрим как получилось получилось не очень давайте еще раз иногда не срабатывает друзья я не знаю с чем это связано попробуем еще раз смотрим как получилось вот получили движение вдоль окружности достаточно прикольно такие штуки могут быть интересными для педов здесь надо выбрать будет запись на 4 такта создать такое медленное движение можно воспользоваться метроном чтобы вести аккуратно по всем четырем тактам окей теперь я обещал рассказать про легато давайте набросаем партию с легато нотками просто я создам еще одну дорожку какую-нибудь самую простую партию пусть эти нотки повторяются и я сейчас их просто размножу и сделаю их внахлёст это нужно для срабатывания эффекта легато теперь делаем любую запись я запишу вот такое движение движение записалось так слушаем так он записал немного не так как я хотел давайте еще раз значит каким образом работает вот это легато движение будет продолжаться по кругу по петле пока будут нотки идти здесь внахлёст как только между нотами будет какой-либо пробел и партия начнется с новой ноты дальше движение тоже прекратить свою траекторию и начнется со своей первоначальной точки смотрим вот видите был пробел и оно началось со своей первоначальной точки еще раз а если этот пробел мы заполним нотками так они у нас идут не внахлёст сделаем их вот таким образом смотрим движение продолжается если это немного непонятно просто попробуйте поэкспериментировать и я думаю вы поймете каким образом это работает но я хочу сказать что это работает только для записи если потом после записи вы здесь эти режимы изменяете то разница не будет это будет работать так для того режима для какого это было записано то есть даже я вот тут поменял воспроизвожу видите он начинается все равно со стартовой точки при разрыве а если записать при song position кстати давайте так и сделаем сбросим запишем движение то амнисфере будет без разницы идут ли там разрывы партии или нет накладываются нотки друг от друга или нет вот эта петля которые мы записали будет повторяться по кругу и будет совпадать со скоростью вашего хоста послушаем ну как вы видите движение повторяется у кого-то может возникнуть вопрос а можно ли каким-то образом автоматизировать этот шарик при помощи автоматизации самой программы fl studio там qbase и других хостов да можно для этого надо выполнить следующие манипуляции кликаем правой кнопкой мыши выбираем enable host automation еще раз правой кнопкой мыши switch to radius еще раз и снова enable host automation теперь здесь выбираем browse parameters и здесь у нас появились два компонента вот эта штука будет отвечать за движение по окружности а вот это за длину радиуса автоматизируя эти параметры можно создать точную автоматизацию вот этого движения сделать его таким как мы задумали потому что когда записывает амнисфера она делает это не совсем точно давайте попробуем создать какую-то автоматизацию так я открою плейлист поехали сейчас мы автоматизируем движение вдоль окружности давайте посмотрим да вот эта функция inertia она должна быть отключена потому что двигаться будет вот этот кружочек согласно вашим автоматизациям у нас движение против часовой стрелки при восходящей автоматизации и при нисходящей автоматизации движение будет по часовой стрелке чтобы сделать скорость быстрее нужно просто сделать автоматизацию короче вот так И чтобы сделать движение повторяющимся, нужно просто размножить автоматизацию. Сейчас мы ее размножим, посмотрим. У нас должно быть некое непрерывное движение по кругу. Да. Отлично. Но это только одна автоматизация. Давайте вернемся в меню с параметрами и автоматизируем еще длину радиуса. Изменяя вот эту автоматизацию, мы изменяем длину радиуса. Давайте посмотрим, как получилось. У нас длина радиуса сокращается. Сейчас она дойдет до центра. И сейчас снова пойдет на увеличение. Достаточно удобный способ и точный. И все будет совпадать со скоростью вашего хоста. Если вы будете придерживаться квадратичности в вашем плейлисте. Отлично. Давайте попробуем использовать это на практике. У нас сейчас выбрана гитара. Давайте заменим ее каким-нибудь пэдом. Я перейду в свою библиотеку. Давайте я удалю эти нотки. И сделаем просто некий один аккорд, который будет длиться несколько тактов. Так, послушаем. Подойдет. Добавим эту партию сюда. Так, не та. А вот эта та. Сделаем ее длиннее. Вот так. На 8 тактов у нас получается статичный пэд. И сейчас, используя функцию orb. Кстати, orb, я думаю, это от orbit, орбита. Сделаем его не таким статичным. Да, изменения достаточно сильные и скачкообразные. Давайте замедлим движение по окружности. Сделаем его в два раза медленнее. И глубину эффектов сделаем поменьше. Смотрим, как получилось. Давайте сделаем радиус, чтобы не доходил до центра, а останавливался где-то здесь на серединке. Я нажму dice, чтобы случайным образом просто заменить эффекты на другие. Можно еще сделать длину радиуса поменьше, чтобы глубину эффекта сделать еще меньше. Пусть будет какое-то такое движение. Нажмем, воспользуемся dice, сбросим параметры. Может быть подберутся какие-нибудь более интересные. Отлично. Ну и последнее, чтобы я сделал, это все-таки сделал бы это движение еще более медленным. Давайте как-нибудь вот так попробуем. Смотрим. Ну что, результат достаточно интересный. Такую фишку я не видел ни в одном из уроков. Надеюсь, вам это понравится. На этом, пожалуй, на сегодня все. Мы рассмотрели досконально все возможные варианты. Если это видео было полезным, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы будем дальше разбирать атмосферу от и до.